МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в едино-дежурную дистанционную службу 112 поступило 572 сообщения. Возобновление занятий по плаванию в бассейне школы номер 1. И он был действительно технически готов к использованию, но не было документации технической. Плановое совещание состоялось 10 декабря в городской администрации. Как обстоят дела в ключевых подразделениях города, расскажем прямо сейчас. Началось совещание с презентации новинок книжного фонда городской библиотеки. Была представлена основная часть новых поступлений. Это исторические книги, различные романы, фантастика и автобиографические рассказы. Эти издания уже ждут своих читателей на книжных полках. Приятно осознавать, что текущий год оказался благоприятным для нашей библиотеки, в том числе и с приобретением имени. Далее участники совещания приступили к обсуждению повестки дня. По итогам прошедшей недели в медсанчасть номер 135 поступило 186 вызовов. Стационар принял 111 человек. Инфекционных заболеваний зафиксировано 195 случаев. Помимо этого, с 10 по 12 декабря в Десногорске ведется прием врачей, аллергологов, иммунологов. Записаться к специалистам и задать интересующие вопросы можно через регистратуру медсанчасти по номеру телефона 72551. Всем записавшимся мы сообщили, это 80 взрослых и почти 100 детей. Так что, если кто-то еще желает, есть еще свободные места. И на следующей неделе ожидаем сосудистых хирургов, но пока дата еще не определена. Инженерная инфраструктура работает в обычном режиме. Подача тепла в дома осуществляется без задержек и аварий. Также в ходе совещания председатель комитета по культуре Анна Королева анонсировала список мероприятий для жителей и гостей города. Выходные обещают быть спортивными. В субботу 14-го числа в 11 часов на базе спортивной школы состоится открытое первенство города подзюдо. 15-го числа в 11 часов по Десна чемпионат открытой баскетбольной лиги по баскетболу сезона 2019-2020 годов. Всех любителей спорта и болельщиков приглашаем поддержать наших спортсменов. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Долгосрочный и приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится в зоне особого внимания региональных властей и общественности. Комитет Смоленской областной думы по экономическому развитию и инвестициям обсудили промежуточные итоги региональной программы «Дорожная сеть», работы по которой велись в течение 2019 года. Начальник Департамента по транспорту и дорожному хозяйству Александр Тихонов отметил, что запланированное дорожное строительство на областных дорогах было выполнено вовремя. Введены в эксплуатацию все 14 объектов, а общее освоение средств составило 1 миллиард 795 миллионов рублей. Это 95% от общего объема финансирования. Также в регионе продолжается внедрение современных технологий организации дорожного движения. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 7 раз, по спиливанию деревьев 2 раза. За 7 дней в единодежурную десертческую службу 112 поступило 572 сообщения, из них 210 ложных. Поступило и отработано 11 просьб от населения. 28 ноября постановлением администрации Десногорска бассейн в первой школе был введен в эксплуатацию. А уже 2 декабря его опробовали ребята из начальной школы. Подробнее о долгожданном спортивном объекте далее. Объем проделанной работы виден невооруженным глазом. Стены и чаши 25-метрового бассейна полностью обновлены новой кафельной плиткой и сопутствующим инвентарем. Тоже было сделано в раздевалках и душевых комнатах. Установлены новые системы водоочистки и фильтрации. Восстановлена электропроводка. Благодаря современным системам вентиляции и кондиционирования помещений поддерживается комфортный микроклимат, несмотря на время года и температуру на улице. В таком состоянии бассейн находился уже более полугода. 1 марта 2019 года мы открыли бассейн и он был действительно технически готов к использованию. Но не было документации, которая подтверждала бы перепланировку, произведенную в бассейне. На это все ушло время. Вот это время и оказалось тем временем с 1 марта по 2 декабря. Постановление администрации Десногорска о начале эксплуатации бассейна вышло 28 ноября. Первыми обновленный спортивный объект испытали ребята из начальной школы. Мы очень рады этому. Благодаря этому наши дети будут здоровы. Они будут иметь хорошую физическую форму. Большое всем спасибо за то, что у нас есть такой замечательный бассейн, что оснащен всем необходимым. И самое главное, что счастливы наши дети. А для всех желающих бассейн откроет свои двери с весны следующего года. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 12 декабря в Десногорске пасмурно. Возможен дождь. Температура днем плюс 2, ночью плюс 1. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru. А также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин